Ставы с более классными игроками, которые смогут побороться. И EGO доказали то, что они могут участвовать на ESL Pro League. Опять же, это не такой уж легкий путь. Это вам не какие-то квалы пройти и сразу на LAN приехать. Нет. Здесь нужно выиграть ESL EC, MDL, так называемый. Это второй дивизион. Выйти на стыковочные матчи и в стыковых как раз-таки показать себя. EGO — это та команда, которая смогла вырваться сюда. И напоминаем то, что здесь участвуют TAU, Snatchy, Gruby, PHR и FURLAN. Ну или PHR, я не знаю, как там у нас любят больше называть его. Ну вот, я лично называю его PHR. Ну и LDLC, соответственно, этих парней вы знаете, уже сегодня играли. Сейчас посмотрим пистолет, когда я тебе дальше расскажу как раз про польский вот этот Counter-Strike, вообще про киберспорт в Польше. Медленно разыгрывают у нас LDLC. Смотрят все поджимы. Гуляют пока что парни по карте. EGO решили играть, кстати, вот, знаешь, помнишь, кстати, старые тактики, где полностью Upland отдавался и уже тогда на ретейке игрались. Да, 3B, один на миде и просто один где-то на машине. Там человек говорит, ну какие два великолепных хедшота, просто две банки вешают у нас FURLAN. По-моему, LDLC на грани поражения. Ну и Девила тоже нужно забрать как раз в крипе сейчас. LDLC. Их слышит оппонент. Прекрасно все понимают из EGO, что это A-точка будет на заходе от французов. Ну, знаешь, что LDLC уже сегодня проиграли две карты против Астралис, что, в принципе, не мудрено и не страшно, но надо все-таки как-то воспрять духом. И войти сейчас на Upland. И Тао все-таки проигрывает на NBK. И Фурлан убивает в ответ Эвила. И все-таки Мэниэк справляется, заходит на точку. Может быть, все-таки получится поставить бомбу. Опять же, торопится со спины сейчас PHR. Ему нужно быть спокойным. Логан должен разворачиваться, размениваться, да, размениваться. Остается у него все, 6 HP, и Граби его спокойно забирает. Легко и просто для EGO в этом раунде. Хотя, опять же, смотрелось даже намного легче, чем вот сейчас. То есть, LDLC смогли выбить целых три позиции на опорных точках Афланта. EGO сейчас забирает себе MP9. Что там, FAMAS, M4 и что-то еще, значит, будет тоже M4. LDLC, соответственно, не поставив бомбу, должны играть Фурсбай. Вот тебе я быстренько расскажу как раз про ту самую Котовицу, да, где проходит у нас вот этот чемпионат ESL-ский. Там одно из достопримечательностей вообще этого города. Это очень маленький город с маленьким количеством населения человек. И там одно из достопримечательностей, это киберспортивный стадион, где как раз проводятся все соревнования. Это круто, это круто, это мощно. Опять же, мы все прекрасно видели. Не, он даже на Википедии об этом написано. В Википедии, вау, вау, все. Но если что-то в Википедии, значит, это точно, что в хардкор. Тем временем LDLC залетает на Аплент с пистолетами. В Грубе неплохо принимает одного-второго, сейчас еще и Фурсбай убивает. И LDLC спокойно поставит бомбу за смоками. Я буду, думаю, сейчас спокойно ретейк будет делать, чтобы не терять очень много девайсов, никуда в смоки не будет рваться. Просто сейчас смоки развеются и просто расстреляют. Спокойно здесь пистолеты, да, ни одного девайса не потеряли. Классный ретейк с Беллин. Да, ну а что касается, кстати, поляков, помимо стадионов, это, конечно же, еще и комьюнити, да, сумасшедшая комьюнити. Очень-очень много, если посмотрите стримы Паши Бицепса, то поймете. Это первое. Второе, конечно же, то, что они творят на стадионах. Они просто громят стадионы, они кричат, как сумасшедшие. Это напоминает что-то типа бразильского футбола с точки зрения атмосферы. И я очень сильно надеюсь, что на Китовице все-таки Virtus.pro смогут выйти в плей-офф стадию, потому что предыдущая плей-офф стадия оказалась на них фиаско, потому что они тупо на нее не вышли, групповой. И так они смогли порадовать своих фанатов на стадионе. А надо. Ну, после всех последних событий вообще хочется, да, чтобы ребята, старички наши, вот эта GoldenFive, которые выиграли все, что только можно, все-таки... Хочется еще один кик. Понимаешь, но мне не хочется только одного таза, чтобы отпускала команда. Хочется еще кого-нибудь, чтобы два человека новых было в команде. Чтобы они как-то давали еще больше надежды, потому что, честно говоря, я не верю, что одна замена мичу повлияет вот настолько сильно на Китовице. Хотя, кто знает, судя по последним вот этим сливам тимспиков, разговорам Лорда и его там бывших тиммейтов... Ты не замечаешь, что вот очень много слитых тимспиков в последнее время вообще, в принципе? Вообще слитых. Ну, знаешь, Зевс не то, что сливал его, он специально сам выложил. Ну, Гамбит, Нави, Virtus.pro... Кто еще у нас там был? Кто еще был? Надо еще слить какого-нибудь типа Вангаров там, или Квантум Беллаторов. Ладно, у нас тут LDLC заезжает. Ну, ладно, это команда, которые в последнее время вообще не на слуху были, да? Потому что это команда, которая только начинает свой путь, а это команда, которая уже старички. КСГО. Ну, какие два хорошие. Слушай, а тут мы пропускаем анти-форсбайн, точнее, антиэкономический раунд, который проводит LDLC исключительно классно. PHR остался один, как они проводят как раз-таки экономические, а против них проводят PHR. Два килла. Неужели он сможет вытащить этот момент? При том, что, опять же, он не имеет ни малейшей информации о месторасположении Мэнника. То есть он понимает, что кто-то может выйти из миды. Мэнник выходит, и тайминг для PHR супер печальный. Он все-таки расправляется с Мэнником. Неужели он выйдет еще и раздефузит бомбу? Потому что у него есть дефуз киты? Надо просто садиться и байтить оппонента. Четыре секунды, три секунды, две секунды, одна! И все-таки, Дэвил, как же красиво. Но опять же, опять же, близок был PHR. Если бы не тот тайминг, то вполне возможно, он все-таки взял бы раунд. Просто там какая-то доля секунды на разворот была. Да. Что ж, LDLC потеряли один. Теперь уже, точнее, выиграли один. Они возьмут девайсы, у них есть снямперская винтовка, а Тойну. Опять же, его АВП нас не впечатляло на первых двух картах. Может быть, сейчас он сможет себя показать. Ну, за защиту на Инферно он еще как-то там отстреливался хорошенько. Но именно за атаку не получалось у него ровным счетом вообще ничего. Его перестрелили. Все-таки убивает Ангроби. Замечу, что УГО тоже WP сейчас имеется в сетапе. Пока оба живы, то поставил свою снайперскую винтовку на мейн. Кстати, пропушил уже и может контролить там выходы от Тойну. Но пока что УГО играют сплитом 2-2. У них нет контроля над мидом сейчас после потери Груби. И это проблема для них серьезнейшая, потому что LDLC могут выйти в любую точку сейчас карты. Фурлан в прыжке чекает от мидом, просто постоянно из-за красного. Вот, из-за того, что мейн полностью контролируется у нас Тойном. Поэтому он неплохо держит. Вот сейчас перетягивается как раз Фурлан в сторону B плента. Хочет чекать коннектор. Хочет вообще посмотреть, что происходит на миде. Это очень опасно сейчас будет. На звук, наверное, будет ориентироваться. Потому что по воку могут LDLC по катвоку проходить. Стяжка под А идет плент. Дау. Должен делать минус. Должен статус-кво у нас сделать. Торлан выходит. Неплохо. Неплохо сыграно. Опять же, очень-очень спокойная игра. Мы видим то, что и одна, и другая команда старается не дать вообще никакой информации о месторасположении. И LDLC все-таки выберут вектор атаки в сторону Аплент. Там Мэник останется люрковать в стороне точки B. И, может быть, останется на токсике. Не знаю, честно говоря. Дэвил откроет дверь. Тот сейчас может второй килл сделать хороший такой скрип. Три игрока в скрипе. Ну, это совсем. Ну, как так разыгрывает этот Аплент? О, Тао! Отличный шрифраг. Еще один сверху. И теперь его снайперская винтовка удерживает Аплент от взятия. Еще один фраг по Аликсу. Британец отпадает. Остается только швейцарец. И Мэник, понятное дело, будет пытаться найти здесь либо килл, либо просто сейвить свой АК-47. Опять безидейный выход на плент. Просто почему вы уходите Трайм через скрип? У вас нету люркера на меде, который там какой-то белый займет или там пройдет на Вокер к этому холодильнику. У вас никто не уходит через Мэйн. Вы просто Трайм выходите под один прицел АВП через скрип. Вас просто расстреливают. Самое жесткое, что их учил Existence, да? Это тебе не последний человек в французской, какая-то сцене. Ну, в смысле, во французскоязычной и франкоязычной. Но этой работы Existence не видно. Да, сейчас его нет в составе, но это не означает, что LDLC каким-то образом должны просто полностью переформлять свои атаки. Devil является сейчас ингейм-лидером. Как мне, кстати, написали в личку в твиттере. Спасибо большое вам, аудитории нашей замечательной СЛ-пролигии. И Devil... Кто это тут за красота будет? И получается прям к Снэче на его прицел. Еще и Мэник выходит следующим. Выдался сыграть на размене, но для него, для Снэче, точнее, тайминги были просто идеальны. Он успел передернуть затвор и отстрелять своего оппонента. Через три АОП играют. Эгло у нас. Они видят то, что LDLC не справляется с АВАПами. Они не справятся, в принципе, с выходами куда-либо. Единственный фраг, который они сделали в предыдущем раунде, это буст от Тойну на миде. И все. Опять медленный выход по Деплент. Бомба у нас заходит в Мэйн. Через подсадку какую-то надо сыграть, хотя бы посмотреть, что на миде происходит. Мне кажется, тот как раз подсадку очень сильно контролирует с коннектором. Без флешек сейчас будет какой-то опять выход. Сейчас просто Фурлан сделает минус. Да, так и происходит. Без всего. Второй минус тоже должен делать, но мажет второму игроку. Алекс. Алекс останется один здесь с ЭЗС'очкой. С потерянной бомбой. Он понимает, что он окружен. Планты просто уходят на фортфиф у нас. Ну и в смаке наверняка сейчас будут зажимать. Совершенно просто безидейные распадаются на маленькие кусочки сейчас. На маленькие осколки LDLC. И если взять коэффициенты на этот матч, это 1.53 за ЭГО и 2.34 за LDLC, становится совершенно понятно, что в ритм является ЭГО. И ставки эти взятые из Лиги Ставок. Это место, где вы можете добавить эстроты к своим каточкам и просмотру данного чемпионата. Ну а у нас тут трипл АВП все еще от АО, Снайчи и Фурлана. LDLC в свою очередь будут играть с пистолетами. И честно говоря, я в них перестаю видеть вообще совершенно. То есть всего лишь сыграно 5 раундов, а мы уже видим, насколько они просто не способны к тому, чтобы сделать хоть какой-то геймплейный выход. Опять 4 скрип. Да? Это раш на А. Где B-плэн, чуваки? Вспомните о том, что есть еще другие части карты на этой замечательном ДКШ. Есть центр, есть B-плэн. Где использование вообще контроля карты, где использование девайсов, где использование, самое главное, смоков. Не, я логика понимаю, сейчас выход 4 через скрип. Но когда тебя держат 1 МК, ты просто без арморов туда выходишь. Потому что очень много АОП, понятное дело, через скрип проще выйти, да, без смоков, без флешек. И задавить АОП, который стоит там либо на НБК, либо за квадом. Все, да, все просто. Но вы уходите все равно 1 МК без арморов, который стоит как раз-таки на шарте и просто держит этот выход через скрип. Мне кажется, это тоже как-то не очень. Хотя бы флешка какая-то должна быть, хотя бы дым с мейна должен лететь как раз именно на халпу от машины. А теперь Амин Фурнан уже законтролил себя большую часть мейна. Точнее весь мейн полностью. И проблема с контролем на карты WayGo не встает. Единственное только Тао. Теперь, посмотри, в отличие от предыдущего девайсного раунда, где Груби занимался контролем мидов вместе с МК. Сейчас они поставили снайперскую винтовку именно на мидл. И пытаются законтрить выходы и выпады Тойно. Правда, в этот раз у него снайперской винтовки нет. Но в любом случае LDLC пытаются сыграть против мида. Ожидает своего оппонента на поджимах. Причем Тойно здесь грамотно совершенно позиционируется. Фурнан может на него выйти. Фурнан очень много информации дает, что сейчас очень много народу на подсадке. В мидл куда-то идет атака. Алекс, его перестреливают здесь. Тем временем нам нужна вторая снайперская винтовка. Нет, не будет никакой. Фурнан сейчас очень много информации дает со своего поджима мейна. Он слышит оппонентов? Да, он слышит все. Он слышит, что мидл полностью занятым командой LDLC. И это будет либо сплит-б, скорее всего, как раз таки то, что ты хотел. Увидишь? То, что я хотел. Ну, наконец-то это б вообще, в принципе. Ладно, сплит-б так. Тут еще и на капле находится PHR. Его не чекают молотовым. И PHR он делает 2 килла. Он выйдет, выходит на Тойно. И Алекс, тем временем, заход со спины. Снэчи на пленте отражается, как мужик. Еще один килл. И еще один килл. И сверху все-таки Дэвил кладет его на лопатки. Но это не проблема для иголу. Они контролят еще один раунд сверху. И LDLC раздавлены. Каплей от PHR. А почему туда не кинулся молик? У них не было моликов. У них были молики. Никуда не кидался. На капле не кидался ни молотов. В выход под... Как раз таки... Под винтрум не кидался никакая флешка. Чтобы два игрока через винты прошли туда. Просто ничего не было. Парни тут предлагают пикать инвокера на мид. Честно говоря, пока что вообще не хватает никакого контроля сюда. И вправду не помешал бы Торнадо. Возможно, Деферн Бласт. Но, к сожалению, этого нет. LDLC у них есть. Только заходы без молотовых на капле. Хотя бы Павел Смокскринов. Да, да. Было бы неплохо. Ну и пока вообще совершенно непонятно, что собирается делать LDLC с этим ДКшом. Я имею в виду, ладно, этот раунд. Окей, они пробегают сейчас на Бэтленд. Снэйчип все-таки умирает на размене. Это достаточно хороший пик-оп для LDLC. Пейчар, просто ожидает своих оппонентов. Смок. Ответный молек. Замечу то, что Смок бы мог прикрыть Пейчар. Но он убивает одного второго. Как же так вообще? Что происходит с LDLC? Нужен еще контроль. Выстрел от Тойну находится. Есть информация. Плант еще не видит. Опять не Смоков, ничего. Два игрока у нас на девятке. Форлан забирает с Тойна. Изи. Катка изи лад, лей, го. Хотя, да, они теряют девайсы. Покажите нам экономику. Так, у нас получается. Остается у грубе, допустим, после бая 2000. В общем, на самом деле, для поляков все замечательно. Они берут стриком уже 5 раундов крядул, DLC. Они, по-моему, не могут найти себя на этой карте вообще. И слоган. Новичок, французский игрок, 19 лет. Имеет 9 фрагов, но его команда вообще. Он сейчас думает, куда он вообще попал. Почему он в этой команде катает. Если он намного сильнее. На самом деле, посмотрите на игол, как они сейчас провели защиту бэплента. Да, хорошо. У нас Снэч отстрелял там с дефолтом. Раскидки, точнее, размены на миде. Грубее. Все-таки разменивается в свою сторону. Сейчас LDLC снова не получается контролить мид до конца. Хотя, Логан, по-моему, остается на миде. Да, так и есть. Он может ассистировать своей команде на хайве. При заходе на аплайн, где здесь бомба уже выходит. Хорошо поджал гараж. Вон туда вообще NBK. Вот эту дефолтную позицию тоже никто не чекает. Просто на боке выходишь, смотришь. Ну, ни дыма, ничего. Вообще просто ничего не кладется. Просто безидейная игра. Ну, не знаю, в матчмайкинге лучше люди играют. Извините меня, конечно. Не, ну ты жестко-жестко. Ладно тебе. Ну, то есть на уровне селверов все хуже. Я уверен. Ну, хотя бы, ну, самые простые действия. Самые дефолтные действия. Ты выходишь, ты понимаешь, что там очень много авиков. Ну, хотя бы кинь от машины. Я смог вот этот самый дефолтный. Хотя бы кинь молотов на NBK. Ну, самые два дефолтные, две дефолтные гранаты, которые выкуриваешь весь этот плент. Да. Ты ничего не кидаешь. Это причем кэш. То есть на пленте тут не то, чтобы какой-то надо быть гением и громотеем, чтобы прекрасно знать раскидки. Здесь реально мизерный набор. Именно поэтому в паблике предпочитают играть ДКС. И многие команды, которые именно на стрельбу нацелены, предпочитают играть именно эту карту. Потому что тут ничего сложного нет. Здесь не ядерная энергетика все-таки. И формул никаких нет. Это оверпасс намного сложнее, в разы сложнее с точки зрения раскидок. По множеству точек. Да просто нет, это очень логично. Когда ты выходишь на плент, если ты хочешь смотреть на NBK, если ты хочешь спиной выходить к форклифу, господи. К погрузчику, скажем. К погрузчику. Ты вот кидаешь молотов на него и выходишь на NBK, смотришь туда. Если ты это делаешь наоборот, если ты хочешь спиной к NBK выходить, кинь туда молотов, кинь закват молотов. Вообще никуда гранаты не летят. Да. Сейчас отправляют Эгоу куда-то совершенно в другое измерение LDLC своих оппонентов. Нету совершенно никакого контер-страйка в этом всем. Нету агрессии, нету атаки. LDLC разбито. Я не знаю, где они могут искать вдохновение сейчас. Пауз тоже нету. Нужно общение, нужно понимание. Хотя, а может пауза только что была взятая, пока мы с тобой болтали? Он что-то не заметил. Я тоже пропустил. Ну да не суть важно, в любом случае. В внимании был. Снейчи убивает одного, Логан отвечает. Логан опять находит какие-то киллы. Жмены на минималках. Вот они раунды берут только за счет как раз своей стрельбы. Вот этот раунд единственный, который LDLC взяли. Это был вот этот третий раунд, да, антиэкономический. Ой, когда было пять иглов. Только на стрельбу. Ну это не шведный минималка на самом деле. Если взять то, что LDLC на самом деле... Конкретно на этой карте про LDLC на самом деле умеют играть тактически. Умели раньше, хоть как минимум с экзистенсом. Потому что я комментировал сколько? Очень много карт на ESL про лиги. Там сколько? 12. Больше даже. И... Пурланыч спреет просто с Мачелу. Минус тойну. Минус слоган. Тот еще отбивается из последней крови. Просто Рэмбо. Нужно убивать троих еще. Зарубить. В лицо. Да. Нет. Не получилось. 9-1. Эго из Борж. 1-1. Понимаешь, такого не может быть. То, что игрок уходит и у тебя теряются какие-то базовые знания. Это самые базовые стратегии. Согласен. Ты должен разыгрывать на картах. Самые простые действия ты хотя бы должен знать без своего жесткого капитана, который тебе придумывает супер какие-то стратегии. Просто есть такая тема, что Existence, судя по его интервью и того, что я слышал от, например, Торина. У Existence в игре у него очень большая прям диктатура. То есть он постоянно контролирует своих тиммейтов. Он очень много дает сам себя информации. Требует беспрекословного подчинения. И если посмотреть, например, на игру XMS в LDLC. И после того, как он попал в Envis, совершенно два разных человека. Потому что ему, видимо, как раз этого контроля не хватало. А Envis команда, которая играет намного больше чисто из вот свободы, да, в передвижениях, в действиях, как в те же самые Фнатики. И, возможно, сейчас в отсутствии этой крепкой руки, Devil просто не способен контролировать своих игроков. Не способен давать им то, что давало Existence в LDLC. Просто не понимают, что они здесь делают вообще. Нет, играю реально на стрельбу. Потому что это... Оу. На том же самое Инферно. Помнишь, когда вот защиту... Они играли, то очень много классных выходов было под флешкой. Согласен, да. Под флешкой, это что под флешкой? Это только стрельба. Да. Вот, никаких смоков, никаких молоков. Тао. Тао. Должен сыграть. Но на Инферно, надо заметить, что там хотя бы дефолтные смоки на холпу на баке. На баклоте кидались. И на гробы кидались. То есть, все было нормально. Снэтчем вместе с PHR-ом. 2 на 4 ситуация, в которой им нужно просто что-то сделать. PHR упивает Локана. Дальше получает сам Маслина от Дэвила. Все-таки первый раунд для LDLC. Может накрыться метным тазом. Если Снэтч сыграет здесь еще против двоих. Смок против него откинут в упор. Снэтч имеет флешку. Он может под нее сыграть. Флешка против него сыграна. Но его не убивает. Вот эту флеш. Стрельба от Дэвила не приносит никаких плодов. 27 секунд остается. Дэвил просто закидывает все себя на красные. Убивает Снэтч и ставит еще бомбу. Нет, не успеет. Неважно. Деньги у Гео еще есть. Еще много-много. Хотя, кстати, посмотрите. Единственный бай. И у них остается 150-200 у других. Вот такое. Всего под ноль практически упаются поляки. Молодой приобретение пока отыгрывает. Один из фрагов умеет за атаку. А Логан вдохновлен, понимаешь? Он хочет показать себя наилучшими кондициями. Потому что понимаешь, что в любой момент он может улететь из этой команды. А зато снова без зарплаты. Там хавать скины, хлеб. Фарм скинс. Да, да, именно. Мы все прекрасно знаем, что большинство игроков на лоу-дивизионах, да, но либо не получают зарплату, либо если получают... Самый минимальный. Минимум, да. Я знаю игроков, которые получают, типа, на скинах... В смысле, в скинах зарплату до сих пор. В 2018 год. Да, ножами. Но ножами это в лучшем случае. А так закидайте нержавейкой 200 штук, например. Попробуй ее продай. Все. Обедами, например, в школьной столовке. Тоже вариант. Многим можно оплачивать. Ну, пока мы видим, что ЛДЛС халдят. Они хотят законтролить миддл. У них это пока получается. Они от зони летал. Его снайперскую льдовку будет пустать. Тот увидел Апекса на подсадке. Видит, видит, видит. И он, что? И он убил того, кого увидел только с пропрыжки. А именно Алекса. Но он настолько был настроен именно на британца. Он увидел изначально, когда прыгал с макей, поэтому попросил себе подсадку. Он и Логан видел на полшишечки. Там пол тела реально было видно у Логана. Ну, знаешь, бывает, когда с Блэкбарами играешь, что у тебя как раз сосредоточенный лед туда, куда ты смотришь. Логан. Боковые ты не видишь. Честно скажу, я сейчас сначала подумал про БКБ, когда ты сказал Блэкбары. Только сейчас уже понял, о чем ты, Логан. Ну, или с Блэкбарами, как хочешь, братан. Да, да, ничего страшного. Я много услышу всяких разных тем по поводу доты. Посох короля. Так, Бурлан заезжает. Ииии, Логан. Хорошо подождал на хайвее. На 7 секунд остается. Нужно срочно двигаться. Они не успеют поставить эту бомбу. Это точно раунд для ЭКО. Они не оставляют никого в живых здесь. Просто ядерная бомба на Апленд падает от поляков. И Team LDLC снова остается с голыми пистолетами. Нужно сейчас как-то... Опять, может, 5 скрип сейчас получится. 5 скрип, да, надо рашануть. Точно. Или 5 Б. Я за 5 Б. Смотри, с каким количеством раскидок вообще изи раскидать. Неплохо у них раунд получалось, как раз, когда они захолдились перед Б. И там уже под флешку одну выходили. Но там... Рашанули снайперы просто на... Там опорник не очень, мне кажется, хорошо сыграл. У них вообще ничего не откинул, ни флешку. 5 скрип. Да? Да? Изи? Да, да. Это оно. Заливай соляру. Сейчас Грубби просто устроит здесь атомную. Ооо, это будет больно. Это два спока пальцят. Как раз один на хлпу, другой должен в районе НБК прилетать. Смотри. Раз, два. Какие смоки, о чем ты забудь? Ой, боже мой, Грубби Лата толку справлял с мейником. План поставили. Задача не выполнена. Да. Теперь план Б. Как защищать? Ой, Гом, кстати, нет ни одного игрока, который бы пропушил бы мидл. Таким образом, находил с мейна. Так что плюсы DL DLC есть. Мало того, Алекс ожидает кого-то здесь и может закрывать потом впоследствии. И вот он ждет, ждет этого люркера. Так, Логан. Логан. Логан, давай, отправдывай свой контракт, а то на еду потом опять не хватит. Боже мой, Тойно вместе с Дэвилом 2 на 5. Нужно сражаться до конца, держать этот план, держать из последних сил. Дэвил, Люцифер, бро! Грубби убил собственного тиммейта. Хорошо, позитив есть. Все, удача выполнена. Игоу, возможно, сейчас деморализуется от убийства тиммейта. Все, есть позитив. Но пока вообще летят. 11-2, у нас будет кс сегодня, Серег? Да пока не видно его, если честно. Может быть, когда поменяется, как раз-таки, LDL все удобнее будет играть за защиту, потому что за атаку они не показывают ровным счетом вообще ничего. Нужен срочно какой-то домик мотивации, потому что у Манника 2 кила, у Тойно, там где-то 3 или 4. Вот, давайте посмотрим. Алекс 4, Тойно 3, Манник 2. Вот это фраг статы, друзья. За 14 раундов, надо еще за 13 раундов сыгранное на первой половине фурдланд времени выносит Алекса. И туда же отлетает еще и Дэвил вместе с Тойноу, прямиком к Люциферу в преисподнюю. Логан вместе с Манником. Что они будут здесь делать? Не, ну, дьявольски хороший ингейм-лидер у LDL-C. Дьявольски хороший. Дьявольски хорош. Дэвил просто... Сладчайший парень. Ну, какие-то разносенные атаки, просто на один план постоянно. Либо на Б, либо на А, либо на Б, либо на А. Ну, на кэшей, на мираже так не играется. Без контроля мида ты только эти карты не выиграешь. Если ты мидл отрезаешь, то ты можешь делать все, что угодно. Это при том, что большинство команд, хорошо играющих кэш, предпочитает вообще атаку. Они на ней забирают большинство раундов. То есть мы знаем, там, Ниплоп, которые всегда берут с себя атаку, G2, которые берут с себя атаку на первой половине. Совершенно спокойно и свободно ее разыгрывая. Потому что на кэше у тебя очень много вариантов атаки на Т-стороне. Ты можешь при помощи мида, как ты и говорил, делать совершенно шикарные вещи. И, по-моему, только один вот осознанный, прям красивый раунд был, когда они заходили сплитом через мидл на Б. Ну и там они не чекнули каплю. Капля делает 2 килла, все. До свидания, атака. Ну это уже ошибка гранат именно. То, что вообще никуда не раскидывались. Атака, вот они все грамотно очень делают. Понялся. Дигл от Девилла. Ингейм-лидер коллектива. Сейчас должен показать свое мастерство с пистолета. Калаши у остальных. Раскидки есть. Но пользоваться им не всегда получается у LDLC. Я говорил, что будет шикарный матч, который мы ждали несколько лет. Я не ошибался. Смотрим. Сейчас опять маньяк будет выходить без всего. Без флешки. На снэтче. Флешки полетели. Грубе. Вот, наконец-то. Начали потихонечку занимать этот мидл. Отрезать у нас Гоу в пленты. Разрезать карту пополам. Грубе. Есть флешка. Выход на Алекса. Хороший смог. И уже защита уже не понимает, куда пойдет эта атака. Потому что все на блоках делает. Они приходится пушить мейн. И они пушат мейн. И получают инфу. Получают тайно. Получает большинство. Теперь они могут закрыться на пленте. Алекс. Хорошо. Вылавливает группе. И вы перетяжки обратно. Ты посмотри, где валяется плент. 50 секунд остается. Лол. Посмотри, где валяется плент. Мне кажется, они рофлят. А где плент, ребята? Мейник соло вытащил б-плент. Подожди. У него было... Сколько у него было киллов до этого момента? 2 килла у него было, да? И сейчас он фармит еще 2 сверху. Это в 2 раза больше, чем у него было до 15 раунда. То и ну. Все равно так нельзя делать. Минус Алекс. Легчайшая. Логан. Логан в упоре. Ретейк пойдет 100%. Это последний раунд. 2 в 2. 2 в 1. Как они это делают? Плент еще не стоит. Только ставится. Как они это делают? Девил соло спрашивает своих тиммейтов. Куда вы подевались? Мы только что имели большинство. Почему это со мной происходит? Спросите. Люцифер должен халдить этот б-плент. Он все поставил. Флешки откидывает налево. 30 хп. Визивующее. Давай, тащи за свою команду. За всю Францию. Давай, мужик. Ты играл в Эдвис. Тебе нужно сейчас показать. Но фурлан выносит Девила. Это 13-2. LDLC. И не способны даже троечку взять на первой половине. Какой же волевой раунд от LDLC? Тысяча от EGOS. Вы уже зашли на плент и просто вынуждаете игрока, который должен быть люркером, который должен контролировать этот миддл. Там заходы винты и так далее. Вы вынуждаете этого игрока бежать за плентом просто к себе на T-спаун, забирать его и бежать на B-плент. Тратить эти лишние 20 секунд, когда уже перетяжка к тебе идет. Я думаю, очень много вопросов у мейника сейчас, который Соленой скрыл B-плент, убив двух хэдшотами. А парни, где эта штука, которой кнопки там нажимать надо? Нету. Нету. Облом? Облом. Бывает. Случается в любом случае триумфальная премьера от EGOS. Напоминаю, что это их первая карта в рамках вообще всей ESL Pro League. Им предстоит еще сражение против G2, против Na'Vi, против Na'Vi, против Na'Vi, против всех коллективов, которые находятся, а именно 13 штук оппонентов, с которыми они будут сражаться на протяжении трех месяцев подряд. Поверьте мне, путь очень долгий и очень сложный для поляков, но то, что они начинают с LDLC, хотя бы не ударят по их мотивации, не ударят по их самочувствию. И явно сейчас они стопроцентно готовы. Опять же, коэффициенты не лгут, андердогами являются LDLC. И, честно говоря, они смотрятся сегодня просто приотвратнейшие особенно. Причем против Astralis еще были вот моменты крутые на Inferno, например, с этими флешками, мы каждый раз отмечали. Хорошие пик-оффы. Да, они в большинстве случаев не реализовывали собственное большинство, когда у них хорошая ситуация была. Но хотя бы КС был. Было видно мотивации, было видно стрельбу. Сейчас на ДКШ их просто нет. И ладно бы это была карта, типа, знаешь, там, ну мы не играем нюк, поэтому мы заливаем 16-2 там. Но это кэш. Кэш играет все, абсолютно все команды мира. Смотри, тут абсолютно та же самая ситуация. Если сейчас игол уберут пистолетку за атаку, тут может быть 16-2. И опять же, то же самое вопрос. Мы что, не играем кэш? Ну в кэш это одна из самых стандартных вообще карт, которая играет. Одна из самых популярных. Пацаны, мы не играем ДДАС-2. У нас есть одна команда замечательная. Да, ДДАС-2 мы не играем. Называется Virtus.pro. Она всегда банила ДДАС-2. И вот тут тоже много было вопросов. Но с ВП все сейчас еще намного больше. С вопросами есть. Логан на голове. Получает себя в голову. Тем временем Дэвил с каплей пытается контр-инистировать. У него получается убить только одного. То и навалится следующим. Неужели Игоу сделают еще 14-й раунд на второй половине. Они просто ввалились в этот Бэплэнд без вопросов. Просто под красивую флешку. Вы не даете опорнику просто никого не отстрелять. Потому что он там стоит 2 секунды слепой. Просто вырываетесь уже зажимаете со всех сторон. Да, там капли не прочекали, но там уже 2 человека его зажало. Тут хоть что-то. Видишь, тут под флешки какие-то выходы есть на пистолет. Люркер заходит в спину. Ну и пистолетчик отправляется в пользу команды Гол. Тем временем 14-2. Тяжело. Тяжело, но еще не в мерло, что называется. И надо стараться. LDL-C. Еще не в мерло надежда? Да. Не в мерло надежда у LDL-C. Хотя кто знает. Может быть они уже все сидят просто, знаешь, там уже анальд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok искали они алчили когда кто же кто-то кто-то дисконектница у кого-то тропнется и надзадут мне кажется счет позволяет не ставить паузы не обращаться к админам и так далее вот просто доиграть уже эту сторону до конца снэча нет минус минус снэча 2 в 4 плен стоит сейчас пойдет ретейк один калаш есть под армора тут тойнул с мэйна у нас набегает девил очень поздно придет будут дожидаться его граби нужно позицию занять на моей подходит у нас но дэвил дэвил но и патрон 5 патрон у него все зачки надо пушить хотя у него стран неважно уже четырнадцатый раунд и гол забирать даже несмотря на то что у них вылетел один из игроков просто потому что они настолько железобетонные может 45 сыграть какая пауза забейте у противника нет девайсов у них будут цзэхи с арморами все что у них будет и гол алло сыграть красиво я тоже 45 продолжу реально унизить противника до конца что уж такого ну если бы проиграли один раунд да допустим поставим паузу а сейчас можно реально отжимать и идти добивать попробовать как минимум это жестко у них есть 13 матч-поинтов поэтому я думаю один 4 на 5 все-таки завезут просто делаешь open-frag ты уже 4 на 4 играешь отдых пока что у нас не знаю на самом деле слышит ли нас сейчас чат потому что еще стрим потому что вроде как были какие-то неполадки на несмотря что самые массивные профессионалы сейчас за ними сражались за то чтобы у нас появился снова звук или возможно вы меня уже слышите что замечательно совершенно и пока вот эта пауза не отпустится мы с вами не увидим заключительный раунд который будет означать то что и гол забирает себе 3 очка у нас по-моему вверпасс следующей карты будет ты уверен тем временем напоминает что на прямой трансляции идет сражение фейс астралис наверно матч дня но один из матчей дня потому что до этого были фейсы против g2 и фейс пока что играет тут в ничью я так понимаю 7 8 хотя возможно актуальный счет другой потому что лтв порой ошибается на счет зайду на трансляцию посмотрю это за атаку как обычно фейсы так играет потому что за защиту там железно-бетонный смог лежит всегда фейсы защиту отдают очень очень редко да да 7 8 друзья напоминаю то что за атаку не играет фейсы первым сейчас я скажу сложно сложно астралис играет на атаке фейсы защиту защиту что за карта инферно инферно так вот следующей карты у нас будет все-таки overpass или нет до overpass один из замечательных плюс да кстати у нас также будет американской американский counter-strike американские регионы и сел про лиги и там матч дня в первый же день и миссис не матч дня в первый же день что они сон а матч и сел про лиги на самом деле все это cloud 9 против ска вот это вообще жестко то есть ска проиграли только что на саммите 0-2 отлетев от cloud 9 на ланах и сейчас на онлайне конечно же не должны доказывать своему оппонент хотя с другой стороны вот full состав с болтсом да кстати с болтсом что позитивно для такого маневра что с одной стороны топовая катка по составу но с другой стороны всем наплевать потому что я имею ввиду и ска и cloud 9 если они проиграть ничего страшного не произойдет это и сел про лига на онлайне там так много команд которые ты просто вот фармишь и фармишь и фармишь и фармишь там и ска периодически проигрывают команде там который идет там 14 15 16 какой-нибудь вот она вообще ска они к онлайн матчем ну сыграем и там первые матчи 4 4 ну и без разницы потом догоним да да если на причине пока норма не вообще это делать то что это миллионный чемпионат центральные события на сезоне и ясное дело что отказаться они от онлайна не могут они в нужный момент собираются всегда я вот сколько раз не смотрел эти онлайн чемпионаты из-за иска они реально могут залить вообще команде которые последнее место занимают какой-то группе у нас была катка от ренингадов вместе с ними когда они даты на дтрейне сыграли ноль шестнадцать иска отлетели это было предыдущий сезон то есть это был пятый сезон я помню этот матч была дичь лютая конечно чемпионы мейджер ноль шестнадцать просто плевать вообще вообще кого волнует ренингеды против лиминосити также нас будут играть на правильной трансляции опять же кстати будут новые комментаторы так что комментуачи можете заценить их и написать не знаю обратную связь по этому поводу куда-нибудь в твиттер там и скорее всего это дело увидим да кстати твит в твиттер пока что можете не писать с точки зрения именно ваших эмоций и так далее потому что мы хоть не выставляем на экран но скоро будем рано или поздно к этому мы тоже придем как обычно будет у нас обратная связь с нашими зрителями вы сможете опять же написать насколько хороши и гоу насколько плохие ldlc сейчас вы можете сделать правда чате но прощать мы не просим насколько плохим и насколько плохим и да вот это вообще основная тема для твиттера надо хотя бы узнать что у нас произошло с пятым игроком улетел но говорят то что должен вернуться до информация дошла но может попробуют они все-таки четыре на пять знаю вообще игра не идет даже у снайпера смотрим на счет 417 у той но у главного снайпера команды 1 по на деревне 4 фрага единственное время что самое главное для лодился другие просто не играют но дэвил брат брался секунд реалопы на предыдущих сражениях но просто самое странное что ты смотришь против астрали с еще и более-менее катки а вот против агау это просто разорви лицо и поляки не оставлять там не более-менее нюк мы вычеркиваем что нюк они тоже не показывали никакого вообще на инферно да ну и то это было за защиту это пару как раз таких пару раундов которые мы под флешки видели это 3-4 раунда которые они так взяли потом он просто страница остались тоже бегали на самом деле они уже поняли что в тот матч в их в топилке поэтому тоже не заморачивайте просто страницу беда 24 фрага от пейчара в начале этого раунда той но отвечает по польскому игроку перемен логан логан должен вытащить свои когти и от хрестать land land валяется около гаража ничего страшного в них сейчас просто сойдет что-то последний игрок ldlc в этой карте с ножом бежит ну конечно не бой красиво прям на него насел но и кладчик да у него контроль над бомб это самое главное сейчас должны будут выбивать майника с разных сторон или пойдут с одной и наверно плевать они могут на размен втроем вообще выйти это буст дело снаточку даже в последнем раунде последнем раунде как вроде них есть 13 матч поинтов все равно они отыгрывают очень очень классно вот эта подсадка который сейчас они не хотят рисковать хотят завершить хотят красивые цифры на статистике по раундам конечно потому что она в общем зачете тоже имеется и право на камбэк тоже убрать все до свидания ldlc на этой карте это уже третья проигранная карта французами за этот игровой день опять же иго напоминаю премьера их на исел про лиги они вышли из иси в предыдущем сезоне и смогли дебютировать здесь победы на дк 6 со счетом 16 2 мы с вами друзья